В первые минуты матча хоккейный клуб «Спартак» повел в счете и забросил шайбу в ворот Сарова. Хозяева льда смогли отыграться только ближе к концу периода. На перерыв команды уходили при счете 1-1. Во втором периоде «Спартаковцы» вновь повели, забив еще четыре шайбы. «Саров» же смог отправить в ворот соперника только две. Но в третьем периоде «Саровчане» собрались и забросили «Спартаку» восемь безответных шайб. К сожалению, мы уступили сегодня. Соперник показал хорошую игру, но на то есть объективные причины. Поэтому мы сделали, что могли, отдали все силы. Поэтому, к сожалению, третий период получился не совсем такой, как мы хотели. Упустили мы нить игры, возможно, зацепиться. Поэтому мы проиграли матч, но, в принципе, хороший матч показали. Из-за травм нескольких игроков «Спартака» не смогли выехать на матч. По сути, соперник играл без еще одной пятерки. Хороший хоккей показал вратарь павловской команды. Два периода он блестяще отбивал атаки Сарова. Тем не менее, как рассказали наши игроки, они просто не могли уступить на домашнем льду и расстроить болельщиков. Болельщиков очень собирается много. Огромное им спасибо. Они нас тянут вперед. И вот за счет этого мы в третьем периоде смогли переломить ход игры и выиграли. Итоговый счет игры – 11-5. В выходные Саров встретится с АКО из Павлова. А 17 декабря наши игроки приглашают болельщиков на домашний матч. Саров встретится с ХК Сеченова. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть в группе канала 16 ВКонтакте и на канале Саров 24 для лиц старше 12 лет.